Наноцентре УЛЛ Нанотех состоялась встреча руководства региона с молодыми учеными и губернаторскими стипендиатами. Место проведения было выбрано не случайно. Половина ученых-резидентов наноцентра моложе 30 лет. Встреча на самом деле носит стратегический характер для нашего региона, потому что без преувеличения людей, которые являются лидерами, лучшими в каждом своем направлении, в учебе, в получении знаний, в создании научного знания, в разработке, в изучении, в исследовании. Чтобы стать резидентами, молодым ученым и бизнесменам достаточно предложить интересный и инновационный проект. При этом собственные капиталы вложения не требуются, помогут. Всего за время существования центра на его базе было открыто более 60 проектов разной направленности. Об успешности и о хороших результатах говорит хотя бы тот факт, что все площади в том здании, где мы сейчас находимся, уже заняты проектными компаниями. Мы прорабатываем вопрос о расширении площадей, поскольку уже практически некуда сажать новые проекты. Лаборатория по разработке современного бетона стала одним из первых проектов наноцентра. Марина работает здесь уже полтора года. Сейчас девушка-инженер занимается взвешиванием смеси современного материала. Это огромный опыт в плане работы и в плане развития, сам развития, большие перспективы. В соседней лаборатории той же компании смесь проходит химическую обработку. С помощью колеров здесь получают цветной бетон, а с помощью современных реагентов и новейших технологий – светопропускающий. Речь идет о прозрачном бетоне. Таких технологий в массовом производстве пока нет нигде в мире. Наноцентр помогает технологическим компаниям, в первую очередь, эта инфраструктура. Там все, где мы находимся – это помещение, оборудование, в том числе ресурсы, которые выделяет инновационный наноцентр – это источник для создания этих технологий. А в этой лаборатории занимается генетика и разработка современных технологий для медицины и лечения онкологии. По словам ее директора, подобных технологий тоже нет нигде в мире. Наноцентр помог ускорить новые разработки команды, также подобрать кадры. То есть команда тест-гена с четырех человек расширилась до семнадцати. Для того, чтобы многочисленным ученым и бизнесменам наноцентра было комфортно жить и работать, в ближайшее время здесь планируют создать полноценный технокампус. То есть в Заволжском районе появятся цепочки передовых учебных заведений, полноценная инфраструктура для отдыха и жизни, а также многочисленные сопутствующие научному процессу предприятия, как в Кремниевой долине. Если в текущем году на реализацию данной программы было направлено из регионального бюджета более 330 миллионов рублей, а с учетом федеральных средств эта сумма составила почти 420 миллионов, то в бюджете следующего года, только в региональной части, почти 345 миллионов будет направлено из регионального бюджета на реализацию этих мероприятий. Всего на развитие современной науки и бизнеса Ульяновской области по программе формирования благоприятного инвестиционного климата в областном бюджете на 2017 год предусмотрено более 440 миллионов рублей. Главным двигателем развития будет именно Заволжский наноцентр. Андрей Творгов, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. Андрей Творгов, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.